Блюда с судаком, кролик с аевой и 8 видов закусок. Предстояло приготовить вкуснее соперников. Конкуренция не шуточная, более 120 талантливых поваров России боролись за звание лучшего. В двух техниках основное, то есть кроликов, в двух техниках гарнир, в двух техниках соус. Это по регламенту обязательно надо было делать. И все готовили. Это давалось 3 часа, все на все. Весь конкурс под жестким взглядом судей. Александр и его напарник успели за 30 секунд до окончания времени. С холодной головой и с любовью. Самое главное. Профессия такая еда. Если злой человек не может готовить, не может кормить. Поэтому и продукт чувствует. С любовью готовьте. И всем, кто в профессии, надо болеть этим, любить. Оценивали строго, в том числе и за оригинальность подачи. Барнаульский повар решил показать приготовленные блюда на подносе, которые успели изготовить буквально за несколько дней до конкурса. Мотив выбрал близкий сердцу. Алтайский. Это вообще вся композиция в виде Алтая, да, горного, ну и вообще Алтая. Это типа хребет, горы. Это бирюзовая катунь, она тоже бирюзовым цветом. Готовкой Александр заболел еще в детстве. Первое серьезное творение, которое удалось тогда мальчику – лагман. Сейчас с утра и до позднего вечера он в ресторане придумывает новые шедевры. Добавим немножко орехового масла, сливочного, сженого. Еще называют бернуазет масло. Он такой придаст вкус ореха, карамели. На работе как рыба в воде, а вот дома готовят изысканные блюда только по праздникам. Ну, здесь наготовишься и как-то, ну, не знаю, дома здесь пообширнее, побольше, места размаха больше, а дома начинаешь что-то, и мне как-то не сильно нравится. Но все равно как бы для семьи, для родных, близких охота удивить. Останавливаться на достигнутом не собирается. А еще у молодого повара есть мечта – открыть на Алтае собственный ресторан. И не один. Мария Микшута, Алексей Фризин. День с толком.